Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. И в начале выпуска коротко о самом важном. Когда пик? Главный санитарный врач сделал прогноз. Уже в следующем месяце количество зараженных коронавирусом может возрасти до 4000. Спекулянтом бой. Сеть оптово-распределительных центров намерены внедрить в Казахстане. Моем, моем, чисто, чисто. В Алматинской области активными темпами идет работа по дезинфекции. Ударим по ценам. В Казахстане планируют создание сети оптово-распределительных центров. Об этом на заседании государственной комиссии заявил министр торговли и интеграции республики. По его словам, внедрение ОРЦ позволит убрать посредников между фермерами и потребителями. И тем самым поможет избежать необоснованного завышения цен на продукты питания. Положительные вести сообщил и министр здравоохранения. Ильжан Британов доложил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем. В связи с этим в некоторых регионах карантинный режим поэтапно может быть смягчен. Более подробно об этом расскажет наш корреспондент. Борьба с невидимым врагом ведется на систематической основе во всех регионах страны. Свидетельство тому – активная выявляемость. Как говорит министр здравоохранения республики, это связано с расширением контингента лиц, проходящих тестирование. По словам Ильжана Бертанова, усиление мер позволило определять коронавирус у людей, у которых болезнь протекает без симптомов. Всего проведено более 153 тысяч тестов. Ряд регионов пока еще находятся в начальной стадии или в средней стадии. В принципе, порядок цифр не устрашающий, нет такого резкого взрывного роста. То есть необходимо в тех регионах усиленные и гарантированные меры придерживать, но в других регионах необходимо уже готовиться и поэтапно переходить на смещающие меры, такие, которые начались в Алматы и Руслухане. Для этого есть соответствующее подтверждение по динамике заболеваемости. Ряд мер власти страны намерены направить и на обеспечение продовольственной безопасности. Для этой цели необходимо развивать торгово-логистическую инфраструктуру страны. Одним из новых механизмов станет создание сети оптово-распределительных центров, развернутых по всей республике. Как заявил министр торговли и интеграции, это позволит бесперебойно снабжать население качественными отечественными продуктами и исключит дефицит. Помимо этого, за счет ОРЦ будет налажена связь производителей, с торговыми агентами и крупными потребителями. И расширится конкуренция, и, соответственно, цена образования сформируется справедливая, потому что потери для сельского хозяйства, они теперь превратятся, наоборот, в инвестиции. И, соответственно, цена будет уже прогнозируемая. Полностью все объекты покроют дефицит, который я уже говорил, порядка 4,5 миллионов тонн. Мы перекрываем и, соответственно, создаем уже условия для дальнейшей экспортной экспансии. В Алматинской области создадут три оптово-распределительных центра. В двух из них, расположенных в Ембриши-Казахском районе и городе Хапшигай, будет храниться продукция. А вот ОРЦ в Талдукургане будет работать именно по реализации. На данный момент проект находится на начальной стадии, но уже сейчас нужно позаботиться о стратегии дальнейших работ, заявил глава ЖТСУ. Амандык Баталов поручил ответственным лицам постоянно держать ситуацию на контроле. Уже ты должен четко осознать, вот Капшигайский, что будешь складывать сюда? Лук на кугалинскую картошку, на саркантово-алмалармба. Понятно, да? Вот это все вы должны все просчитать и в каком объеме уже заключили договоры форвардские. Вот это вот отрабатывайте уже параллельно. Занимайтесь. От участников видеоконференции поступили и предложения о включении в привычный режим работы автосалонов. Они не являются местами большого скопления людей, но продажа авто улучшит экономическую ситуацию. Этот и иные вопросы Оскар Мамин обещал взять на карандаш и доложить главе государства. Сегодня главе государства будет доложено о новых предложениях Акимов по активизации экономической деятельности. Глава государства примет окончательные решения и объявит об этом в своем телеобращении к народу в понедельник 27 апреля. До 4000 человек может возрасти количество зараженных коронавирусом в Казахстане уже в следующем месяце. Главный санитарный врач страны Айжан Есмагомбетова в ходе онлайн-брифинга рассказала о прогнозах специалистов на ближайшие месяцы. Таким образом, в эти дни Казахстан проходит пиковую стадию пандемии COVID-19. На сегодня в Казахстане зарегистрировано более 2000 фактов заболевания коронавирусной инфекцией. Буквально каждый день этот список пополняется несколькими десятками новых случаев. Цифры действительно пугающие. Но все это временно. Нужно лишь терпение. Пик уже совсем скоро пройдет. Остаются считанные дни. Соответственно, уже дальше в Казахстане эта статистика пойдет на спад. А при лучшем раскладе к этому времени в мире уже появятся препараты против вируса COVID-19, считают специалисты. Задача, которая стоит перед нами, это уйти на ежедневный прирост до 5%, затем до 1%. Мы будем говорить о стабилизации или спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией только в том случае, когда у нас не будет регистрироваться местных случаев инфекции, контактных путей передачи, а число заболевших будет выше числа выявленных вновь больных. На сегодня на передовой находится более 16 тысяч медиков. Именно они задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Однако уже сейчас более 650 из них заболели сами. Их состояние оценивается как стабильное. К счастью, находящихся в тяжелом состоянии медработников нет. Но к обеспечению средствами индивидуальной защиты местные власти должны подходить с большой ответственностью. Еще раз напомнила главный санврач. Это сейчас одна из главных проблем. Данные проблемы сегодня имеются. Это проблема не только Казахстана. Это проблема всего мира, потому что в условиях эпидемии отмечается рост потребностей средств индивидуальной защиты. Поэтому сегодня наши предприниматели также открывают производство по пошиву средств индивидуальной защиты. Что касается обеспечения СИЗами медицинских работников, то это первая задача, которая стоит перед местными исполнительными органами. Также закупа средств индивидуальной защиты осуществляется СК фармации на основании заявок, которые поступают из медицинских организаций из регионов. Сообщила главный врач и о позитивных новостях. Так, например, уже через считанные дни заканчивается строительство госпиталей для больных с коронавирусом в Алматы и Шимкенте. А карантинный центр в Нур-Султане уже сдали в эксплуатацию. Его построили всего за 15 дней. Во всех лечебницах для пациентов создадут все необходимые условия, заверила Ясма Гамбетова. Азад Жумаханов, телекомпания ЖТСУ, при поддержке службы центральной коммуникации при президенте Республики Казахстан. Продолжаем выпуск. 64 жители Алматинской области прилетели сегодня в Алматы. Все они жители нашего региона, трудящиеся в компании Тенгиш-Шевройл-Ватарал. По прибытии в Южную столицу всех прибывших пересадят в специальные автобусы и отвезут в один из санаторий в городе Капшигай, где они будут изолированы на карантин. У всех уже взяты анализы на наличие коронавирусной инфекции. Будут собраться строгие меры карантинного режима. То есть они не то что в отбор этого пансионата, даже в комнате не могут выйти. Поэтому жители города Капшигай и прибрежных зон просим не поддаваться панике. Эти люди через два дня, как только сдадутся тесты на ПФЦ, на наличие коронавирусной инфекции будут отпущены по месту жительства. Для них будут организованы спецсреды, которые доставят их по месту жительства. По статистике, больше всего зараженных коронавирусной инфекцией приходится на Ембекши-Казахские и Елийские районы. Соответственно, на их территории идет усиленная дезинфекция. В Ембекши-Казахском районе трудятся 50 специалистов. В их числе сотрудники СЭС, ветеринарии и военнослужащие. Под особым наблюдением дачи Коксай, береги Алтаналма, Алтанадам, Рахатского сельского округа. На этой территории обрабатывают дворы, общественные места и улицы два раза в день. На эти работы выделено 5 миллионов тенге. Полным ходом дезинфекция идет и в Елийском районе. Задействованы 32 единицы техники и 85 человек. Охвачено 10 сельских округов и 31 населенный пункт. В частности, обеззараживающими мероприятиями охвачено более 500 объектов. Это госучреждения, магазины, больницы и некоторые другие места массового пребывания людей. Свыше 500 полицейских и военных нарядов круглосуточно дежурят по городу Талдыкурган. Их задача контролировать соблюдение горожанами ограничительных мер в период карантина. Несмотря на активно проводимую профилактику по предотвращению распространения COVID-19, жители города до сих пор не могут понять, что им дозволено, а что нет. Наша съемочная группа попыталась в этом разобраться. С 15 апреля текущего года по всей территории Алматинской области объявлен карантин. Постановлением главного санитарного врача внесены определенные ограничения, среди которых простым жителям нужно уделить особое внимание на следующие запреты. Поход в медицинские организации, в ближайшие магазины и аптеки для взрослых разрешается не более одного раза в день. Поход в медицинские организации, в ближайшие магазины и аптеки несовершеннолетним детям разрешается только в присутствии взрослых. Передвижение по улицам гражданам старше 65 лет ограничено. Разрешается поход за товарами первой необходимости, медикаментами и пенсионными выплатами. И только в случае отсутствия услуг доставки. Нахождение в общественных местах группами более трех человек, кроме людей из одной семьи, запрещается. Запрещается нахождение без масок в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. Помимо гуляющих пешком, должны ответственно отнестись к режиму карантина и автолюбителей. По отношению к ним также имеются строгие ограничительные меры. Автотранспорт, личный автотранспорт, проезд после 8.00 категорически ограничен. Только в крайних ситуациях. Если, допустим, экстренные больные и так далее, перевозятся, допустим, от больницы и так далее. Либо работники, которые имеют рабочее время после 20.00. Извоз должен производиться не более трех человек в одном автотранспорте. То есть включая водителя. Уже более 200 человек на сегодня привлечены к административной ответственности. Если с теми, кто нарушил режим карантина впервые, проводится разъяснительная работа, то при повторном установлении фактов нарушения сотрудники полиции накладывают штрафы и даже применяют арест. Для проведения данных мер оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса имеет достаточное количество необходимых людей. Ежедневно по городу Талу-Курган для охраны общественного порядка и дорожной безопасности засыпает свыше 500 сотрудников. Из них половина сотрудников полиции и войсковые наряды. Работают в двухсменном режиме с 9 утра до 9 вечера. И с 9 вечера до 9 утра. Вот больной первой группы. С больницы ведут. Бумага есть? Убрали. Конечно, да, бумага. На самых оживленных улицах города введены дополнительно 6 мобильных постов автопатрулирования, где сотрудники полиции останавливают каждую машину и просят предъявить документы. Если важный документ отсутствует, то автовладельцу грозит штраф. За сутки сотрудники полиции останавливают до 2000 машин. Айнур Мирханова, Ирлана Замбай, телеканал Житсу, Талу-Курган. Мы вместе, бизнесмены региона, безвозмездно передали защитную амуницию стоимостью более 100 миллионов тенге медикам Алматинской области. Компания Universal Energy и известные казахстанские предприниматели Оскар Алшимбаев, Евгений Фельд, Нужан Бекшенов и Сингали Байменов и Раимбек Баталов доставили груз гуманитарной помощи для медицинских и других организаций Алматинской области, принимающих активное участие в борьбе против COVID-19. Среди медицинской амуниции многоразовые защитные костюмы, термометры, медицинские маски, респираторы и защитные очки. Все средства были закуплены в Китае и доставлены в Казахстан специальным рейсом. Груз уже передан Акимату Алматинской области для распределения по медицинским организациям. Отметим, все медицинские изделия произведены на китайских и европейских предприятиях. Имеются все сертификаты качества. От имени Акима области Баталова Амандыка Габасовича выражаю всем предпринимателям, ставшим инициаторами этой гуманитарной акции, искреннюю благодарность. Также хочу отметить вклад учредителей компании Universal Energy и сказать спасибо за оказываемую поддержку и неравнодушное отношение. Более 35% талдыкурганских дорог нуждаются в ремонте. Это 67 улиц общей протяженностью в 75 километров. И все они будут отремонтированы. Сотрудники Департамента агентства по противодействию коррупции совместно с активистами и общественниками вышли в рейд проверить качество дорог областного центра. В ходе проверки мониторинговая группа выделила 4 улицы с самым низким качеством дорожного полотна. В свою очередь в Управлении дорожного транспорта и автомобильных дорог объяснили это тем, что после таяния снега покрытие портится и образуются ямы и выбоины. Проблему намерены решить уже на следующей неделе. В целом на дорожные работы в Талдыкургане выделено свыше 5 миллиардов тенге. Будем проводить средний ремонт протяженностью 3,2 километра. В капитальном ремонте нуждается 8 километров дорожного полотна. Работы начнутся на следующей неделе, его закончат до конца августа. Также предусмотрен тротуар и дорожные знаки. По выявленному мониторингу сегодня наглядно было видно, что в некоторых участках дорога является неудовлетворительной после зимнего содержания дорог. После нашего мониторинга сейчас сотрудникам департамента полиции будут составляться административные протоколы. От нашего департамента мы составим свое заключение, свои выводы и направим в Акимат города на исправление всех этих участков проблемных наших. Пандемия коронавируса, хоть и выбила из графика почти весь рабочий процесс страны, не затронула деятельность сотрудников сферы благоустройства и озеленения. Соблюдая правила безопасности, сотрудники Талдыкурган-Куркейту вносят свои краски в украшения областного центра. Так, в этом году зеленый полок Талдыкургана силами 210 рабочих пополнят 5,5 тысяч деревьев, преимущественно хвойных и лиственных пород. 3,5 тысячи из них высадят в новом коттеджном городке, а город в разных частях уже пестреет весенними цветами. Их высажено 350 тысяч. Предстоит еще высадка клумб летнего сезона. Дальнейшая работа – это у нас уходные работы. Это тоже немаловажный факт, что уходные работы также будут задействованы столько же человек. Это покос травы, есть парки, скверы, полив. Это ежедневная работа, которая требует ежедневного ухода. В Нур-Султане благоустроят свыше 50 общественных пространств. По информации столичного Акимата, развивать общественные площади будут с учетом мнения горожан. Сейчас коммунальщики на ежедневной основе ведут масштабные работы по благоустройству города. Во всех районах столицы проводятся работы по промывке улиц, мостов, ограждений, дорожных знаков, рекламных щитов, что также позволяет продезинфицировать территорию. Кроме того, коммунальщики уделяют особое внимание спиливанию сухих веток, обустройству цветников, ремонту дорожных плиток, детских площадок и малых архитектурных форм. В столице также начаты дорожные работы. В текущем году отремонтируют 150 улиц, общая протяженность которых составляет 100 километров. Казахстанские атлеты записали видео, в котором выразили слова благодарности и поддержки медицинским работникам, находящимся на передовой в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. К мировой акции благодарности присоединились именитые казахстанские спортсмены, как Александр Винокуров, Ольга Рыбакова, Дмитрий Баландин, Ельдос Сметов, Нурбахет Тензбаев, Юлия Галышева и другие. Наши олимпийцы в своем послании говорят о том, что сегодня не они являются самыми сильными, смелыми и лучшими. Не они сегодня дарят надежду, не они мотивируют и обновляют рекорды, а о том, что настоящими героями являются врачи. Все те, кто в реанимациях, в лабораториях, в каретах скорой помощи, спасают сегодня жизни. К другим темам. Полицейская статистика уличной преступности пошла на спад. Однако правонарушения и даже зверские преступления все же имеют место. Житель города Текили арестован за нарушение карантина и хулиганства. Поздно ночью в 3 часа 30 минут неизвестный стал разбивать дверь одного из торговых магазинов города. Получив вызов, стражи порядка с помощью камер наблюдения задержали подозреваемого, который в оправдание сослался на плохое настроение после очередной ссоры с подругой. В настоящее время задержанный гражданин 1992 года рождения подворен в изолятор временного содержания. Но это все не идет ни в какое сравнение с происшествием, имевшим место в Талдыкургане. Восьмилетний мальчик подвергся зверскому избиению со стороны своего отчима. От полученных побоев ребенок впал в кому и был госпитализирован. Сообщение об этом поступило в полицию 19 апреля. Врачи поместили малыша в реанимационное отделение. Ему диагностировали ушиб головного мозга, многочисленные ушибы и травматический шок. Со слов соседей, которые и вызвали скорую помощь, на момент избиения ребенка в доме находилась его мама, не принявшая никаких мер для спасения своего дитя из рук злодея. В данное время ребенок вышел из комы, он уже может говорить. Однако ему требуется серьезная реабилитация после пережитого шока. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Извергу грозит до 8 лет тюрьмы. Данный факт зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по ст. 106, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время установлено подозреваемое лицо 1987 года рождения, который дал признательные показания. Подозреваемый во дворе он в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования назначена судебная медицинская экспертиза, по результатам которой материалы уголовного дела будут направлены в суд. 31 уголовное дело возбуждено с начала года по нарушениям законодательства об окружающей среде. Зафиксировано 10 фактов незаконной охоты, 4 случая рубки деревьев, 3 фактов недропользования и 13 рыбалок вне закона. По всем этим случаям ведутся следственные мероприятия. По их завершению дела направят в суд. Об этом рассказали представители департамента полиции Алматинской области. В целом с начала года зафиксировано уже более 300 различных нарушений законодательства об охране окружающей среды. С начала года 304 человек привлечены к административной ответственности. В частности, 13 фактов выявлено за незаконную добычу рыбы, по которым составлены протоколы об административной ответственности по статье 383, часть 1 Кодекса Республики Казахстана об административных правонарушениях. Изъято около 3 тонн рыбы, а также орудия преступления в количестве 136 единиц. Среди них свыше 30 единиц огнестрельного оружия. Крупный лесной пожар охватил Бебжанский национальный парк, самый большой в Польше. По данным Министерства окружающей среды, огонь охватил не менее 6 гектаров и угрожает нескольким деревням. В тушении участвует 150 пожарных при поддержке самолетов, вертолетов и беспилотников. Бедствие уже названо крупнейшим за всю историю парка, получившего охраняемый статус в 1993 году. Жители ряда стран Европы могут ощутить вкус свободы. В Германии открыты небольшие магазины, книжные лавки, автосалоны, библиотеки и архивы при университетах. В среду власти всех регионов страны ввели обязательное ношение защитных масок и продлили до 3 мая ограничения на социальные контакты. В Словакии клиентов ждут торговые точки площадью менее 300 квадратных метров, включая небольшие рынки. В стране принят план по смягчению карантина в 4 этапа. Через 2 недели власти проведут оценку ситуации. Но для пожилых людей время покупок ограничено с 9 до 11 утра. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова